Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы. Меньшинство. Грузинская мечта в ответ обвиняет оппозиции Запада в том, что они хотят втянуть Грузию в войну с Россией, по примеру, Украины. Каковы расклады перед выборами? Российские фондовые индексы упали 15 на 2%, а после повышения ключевой ставки Центробанком сразу до 21%, индекс РТС обновил минимум года. Особенно сильно подстрадали бумаги металлургов и застройщиков, падение от 3 до 5%. При этом рубль прибавил к юане всего 4%, итоговый курс 13.51. Нефть и большинство металлов продолжают рост западной площадки в основном, плюс покровность программе Капитал. И Wall Street Journal утверждает, что Илланд Маск и Владимир Тутин регулярно общаются с конца 2022 года. Как уверяет газета, глава SpaceX и российский президент, на регулярной основе обсуждают, цитата, личные темы, деловую и диабетическую напряженность. Среди тем по данным издания были и статус Крыма, и нейтралитет Украины, и тайваньский вопрос. В гриме сообщение газеты о проверке. С чем могут быть связаны такие публикации и подробности на бизнес-энер. Герман Гриф на конференции Сбер-Университета заявил, что успешные люди не пойдут в блогеры. В слове Сбера, если человек чего-то добился в жизни, то у него просто нет времени на соцсети. Без комментариев. Или вот сегодня одни из самых зарабатывающих для меня, это вообще какой-то ужас, вот эти все блогеры, которые там в жизни не сами ничего не... Ну, слушайте, если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогер. Времени на это нет. А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, чтобы болтать языком, они идут в блогер. Я понимаю, что я на себя навлек сейчас. У них времени больше, чем у меня, но это же кошмар. Эти люди, которые зарабатывают на миллионах людей, которые, собственно говоря, находятся в поиске, копируют какие-то совершенно несуразные практики, следуют каким-то совершенно немыслимым советам. И вот во всем это показывает температуру в палате. В палате все плохо, температура высокая. Это означает, что спрос на это очень высокий. Без комментариев. Программу представляет ПАУ «Сбербанк». ОГС-1277-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Очередная падающая неделя для российского рынка акций. Уходящая неделя привела к тому, что индекс с московской биржи упал на 3,3%, а индекс РТС опустился на 3,6%. Но финалом недели, естественно, стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена сразу на 2%, до 21%. В принципе, рынок ожидал повышения ставки, но все-таки средний рыночный прогноз сводился к тому, что ставка будет повышена на 100 байсных пунктов. Были, конечно, прогнозы повышения ставки на 200, но они были в меньшинстве. Таким образом, основное падение пришлось на пятницу, по 2% потеряли наши основные индикаторы значения индекса московской биржи на закрытии 2600.